Змеи с ногами заставили зоологов пересмотреть представление о змейности. Зоология Палеонтология 946-22 Нояб. 2019 Сложность 4.9 Змеи с ногами заставили зоологов пересмотреть представление о змейности. Ископаемая змея. Наджа Шрайн Грина. На челюсти мелкого кархара Донта Заврида, в представлении художника. Животное обитало в пустыне Кокорком на севере современной Патагонии около 100 миллионов лет назад. В отличие от современных змей, она обладала задними конечностями. Сейчас они в рудиментарном виде сохранились только у питонов иудовообразных. Раул Анцио Гомез. В черепе одной из древнейших змей. Наджа Шрайн Грина. Отсутствовали выросты костей, окружающей части внутреннего уха. А они считались одной из основных характеристик скелета этой группы рептилий. К такому выводу пришли палеонтологи, изучив строение восьми черепов. Н. Райан Грина. Которые нашли недавно в Аргентине. Также они показали, что змеи с задними конечностями и примитивными чертами строения черепа существовали много миллионов лет. А раньше такой план тела считали кратковременной переходной формой. Об этом сообщается в Science Advances. Змеи крупная группа, подотряд, современных рептилий. В него входит более 3700 видов, и обитают они почти на всех материках и крупных островах. Однако об эволюции этих животных известно довольно мало. Понятно, что они произошли около 125 миллионов лет назад от ящериц, скорее всего, близких к варанам и безногим ящерицам. Наиболее вероятно, что предок змей был роющим. В ходе эволюции эти рептилии потеряли все кости передних конечностей, а многие еще и все кости задних конечностей. Однако у питонов и удовообразных и сейчас есть рудименты задних ног когатки по бокам анального отверстия. Череп лишился височных дуг и скуловых костей, а одно из легких в большинстве случаев перестало полноценно работать. Ископаемые скелеты змей редко сохраняются, поскольку, во-первых, они в большинстве своем некрупные, а во-вторых, кости у них тонкие. По этой причине о строении ископаемых рептилий этого подотряда малой информации. Тем не менее, известно, что одни из наиболее древних змей, представители родов и некоторых других, еще не потеряли задние конечности. Еще подавляющее большинство современных и примитивных змей имеет парную структуру под названием Выростокостей черепа, которые окружают овальное окно и часть барабанной лестницы улитки, это части внутреннего уха. Палеонтологи из Аргентины, Канады, США и Австралии во главе с Фернандо Гарбероглио Фернандо Ф. Гарбероглио Из Университета Маймонидес, Буэнос-Айрес, Аргентина, произвели замеры восьми черепов и трех фрагментов посткроняльного скелета, то есть костей, расположенных за черепом, одной из древнейших змей. Наджа Шрайн Грина Эти ископаемые остатки возрастом около 100 миллионов лет нашли недавно на севере Патагонии. Виртуальную трехмерную реконструкцию черепа в наилучшей сохранности составили с помощью компьютерной микротомографии с разрешением 7-8 микрометров. Помимо этого, ученые построили филогенетические деревья змей на основе морфологических и молекулярных данных А из своих предыдущих статей, используя метод максимальной экономии, самого простого объяснения. Черепа и другие части скелета Наджа Шрайн Грина Из Патагонии Фернандо Ф. Гарбароглио Эт. А. Л. Сайенс Адвансис 2019 поделиться Компьютерная микротомография показала, что скелет Наджа Шрайн Грина Обладает как примитивными для змеи ящеричными признаками, такими как наличие скуловых костей и задних конечностей и отсутствие Кристосеркомфенэстрелис А эти выросты считали чуть ли не обязательными для змей, так и типично змеинами чертами, Отсутствие задней глазничной кости и характерное для змей вертикальное расположение квадратной кости Некоторые из этих особенностей строения Наджа Шрайн Грина Уже отмечали раньше, но новый качественный палеонтологический материал подтвердил, что это не артефакты и они реально существуют Филогения змеи Эволюция их черепа Фернандо Ф. Гарбароглио Эт А. Сайенс Адвансис 2019 поделиться Филогения змеи Время возникновения основных групп в миллионах лет Фернандо Ф. Гарбароглио Эт А. Сайенс Адвансис 2019 поделиться Комбинация данных о морфологии геномах современных и ископаемых змей позволила уточнить положение Наджа Шрайн Грина На эволюционном древе змей По новым данным получается, что змеи с наборами признаков, похожими на эклектичную анатомию этой рептилии, существовали около 70 миллионов лет Раньше считали, что подобные комбинации ключевых костей черепа и задних ног существовали совсем недолго Найти хорошо сохранившийся череп змеи в меловых отложениях большая редкость, а целого детеныша тем более Однако несколько лет назад в Берманском юнтаре обнаружили молодую особь Ксиофас майон маренсис Возрастом около 99 миллионов лет Хотя эта змея, по сути, ровесница Наджа Шрайн Грина Задних ног у нее не нашли Светлана Ястребова